Заурбет Кожаев Руководитель Нальчик Руководитель Нальчик Руководитель Нальчик с академиком Крыловым Владимиром Викторовичем, он позволил нам двинуться дальше и внедрить большое количество вмешательств операций, которые раньше в регионах не делались, не производились. Это тоже очень важно для наших земляков, что большую часть операций, высокотехнологичных, наши земляки могут получать уже не выезжая за пределы наших республик. Нейрохирурги ежедневно разбирают мозг человека по крупицам, проводя сложнейшие хирургические вмешательства. Помните ли вы свою первую самостоятельную операцию? Как за это время изменилась ситуация при оказании медицинской помощи? На самом деле в нейрохирургии много направлений, и в каждом из этих направлений бывает своя первая операция. Скажем, дегенеративные заболевания позвоночника – это, наверное, то, с чего начинают большинство нейрохирурга свой путь. Я очень хорошо помню эту операцию свою первую, и фамилию пациентки даже запомнил. Я также помню фамилию пациентки своей с аневризмой среднемозговой артерии, фамилию, саму пациентку помню. Так, наверное, бывает. Но не первая операция является. И не было, я, например, не помню, чтобы какое-то волнительное такое ощущение, чтобы ночь не спала перед этим. Обычно, когда ты уже начинаешь активно работать, самостоятельно проводить вмешательства, принимать решения об объеме операции, о вмешательстве, а бессонные ночи волнительные бывают не перед операцией, а после операции, когда ты думаешь о том, а как пациент перенес вмешательство, а как он проснется, а как будет это, а как будет то. А что дальше ждет? Ведь большинство болезней в нейрохирургии, они не заканчиваются хирургическим этапом. Я всегда говорю о том, что хирургический этап очень важный, но лишь один из этапов лечения пациента. И сегодня в докладах тоже об этом отмечал. Реанимация, безусловно, но и дальше, когда на первое место выступают уже такие когнитивные нарушения, когда страдает психика человека в той или иной степени, как помощь там оказывать. Ведь основная задача любой хирургии, любого вмешательства, это максимальная физическая адаптация и социальная адаптация пациента, с тем, чтобы пациент после перенесенной катастрофы, то или иной, скажем, если речь идет о травме или о кровоизлиянии, или о каком-то таком вот внезапном ухудшении состояния, важно, каким он вернется в это общество. И все, над чем сейчас бьется наука и медицина, с тем, чтобы минимизировать последствия, скажем, того же инсульта, кровоизлияния, травмы и так далее, с тем, чтобы человек мог вернуться к своей деятельности. Мне кажется, это основная цель и задача. Бывали ли в вашей практике случаи, когда во время операции приходилось менять план хирургического вмешательства? Вы знаете, я не знаю, это его фраза или он кого-то цитировал, но часто бывает так, что, когда, например, скажем, кто-то докладывает на 5 минут и говорит, что вот объем операции будет решен во время операции и так далее. Это самая неуместная формулировка, потому что, да, неожиданности бывают во время хирургии. Ну, не неожиданности, вернее, а какие-то ситуации, которые требуют мгновенного изменения хирургического плана по той или иной причине. Но и к этому хирург всегда должен быть готов на этапе планирования вмешательства. Слава Богу, сейчас медицинское оборудование, высокотехнологичное, оно позволяет выстраивать весь процесс и понимать, что будет происходить. Доклады, которые сегодня делались нейрофизиологами о интероперационном нейромониторинге, они позволяют контролировать ситуацию во время операции. Мы не все знаем, оперируя тот или иной отдел мозга, мы не всегда уверены во время операции, повредим мы какие-то жизненно важные, функционально важные зоны головного мозга или нет. И вот здесь как раз и выступает нейрофизиология. Кроме того, в последнее время тоже стали выполняться операции в сознании пациентам. То есть мы знаем, что головной мозг не иннервирован болевыми рецепторами, и поэтому хирург может оперировать на головном мозге, не опасаясь, что пациент будет чувствовать боль. Что позволяет оперировать в функционально важные зоны, общаясь с пациентом во время операции. Вы наверняка видели те кадры, достаточно распространенные, когда пациент играет на скрипке во время операции, а ему в этот момент оперируют какой-то участок мозга. В Нальчике такая операция была проведена однократно. У нас был пациент с опухолью функционально значимой зоны. Оперировал Трифонов Игорь Сергеевич, это врач-нарехирург из Москвы. Операция произошла очень успешно. Она также освещалась средствами массовой информации в нашей республике, регионально, скажем. Вы присутствовали? Да, конечно. Как часто вы выезжаете в федеральные центры, чтобы внедрить в свою практику опыт новой операции и потом передать его своим коллегам из региона? Безусловно. Но, знаете, мы работаем чуть в более таком, скажем, ну, как я считаю, продвинутом варианте. Выезжать за пределы республики, страны и так далее. Это в последнее время чуть нет, но раньше это была достаточно широкая практика. Но мы считаем, что намного выгоднее и правильнее, когда специалисты приезжают в клинику и своим опытом делятся на месте. Нас в этом поддерживает и пропагандирует активно Крылов, Владимир Викторович. Суть в чем заключается? Что обучается не один человек, который должен эти знания принести в клинику, убедить весь персонал. Ведь хирургическая бригада – это не хирург. Это огромная команда, куда входят хирурги, ассистенты, медсестры, санитары, вспомогатели, анестезиологи. То есть там операционная бригада – это минимум 5-6-7 человек. И когда вся эта команда срабатывается в операционной, в привычной обстановке, с привычным оборудованием, с привычной логистикой инструментов, расходных материалов и так далее, вот тогда получается слаженная работа, и этот опыт становится уже практикой в этой клинике. Это очень важный момент. Он, на мой взгляд, намного важнее. То, о чем вы говорите, когда специалист выезжает за пределы республики в какой-то центр, это тоже очень важный этап обучения. Но для того, чтобы опыт новой операции был внедрен в регион, приезд специалистов и обучение всей бригады, он очень важен. Вот сейчас развивается хирургия фармакорезистентной формы эпилепсии. Вот она требует на этом этапе приезда специалистов и обучения всей команды. Это и достаточно дорогостоящее оборудование для диагностики фармакорезистентной формы эпилепсии. Это и опыт, прежде всего, хирургический, который есть у наших коллег, но пока еще недостаточно у нас. Мы в текущем году активизируем эту работу. И что мне особенно приятно, что медицинское руководство Карачаевой Черкесии достаточно отзывчивое. И мы рассчитываем на уже более плотное сотрудничество, чтобы мы могли обмениваться своим опытом и перенимать тот опыт, который есть в вашей республике. Вы приехали в Карачаево-Черкесию для участия в конференции. По вашему мнению, в чем польза таких слетов? Вы знаете, вот такой формат конференции, он уже апробирован несколько лет, внедрен в практику главным внештатным нейрохирургом Российской Федерации академиком Крыловым Владимиром Викторовичем. И основная цель этих мероприятий – это развитие нейрохирургической службы в регионах. В Северо-Кавказском округе эта практика была введена, если я не ошибаюсь, 7 лет назад. Это седьмая конференция, которая проводится в нашем регионе. Ежегодно проводится в разных республиках поочередно. В этом году мы приехали с этой конференции в Карачаево-Черкесию. Основная цель, опять-таки повторюсь, – развитие нейрохирургии в регионах. Формат конференции такой, что первая часть – это доклады, лекции известных, именитых специалистов в области нейрохирургии, неврологии, нейрофизиологии, которые были широко представлены на этой конференции. Вторая часть докладов – это знакомство с работой в регионах. То есть сейчас выступают с докладами наши земляки, молодые специалисты, врачи с большим опытом работы, делятся тем, чем они занимаются на месте. Это помогает найти такую, скажем, общую базу, общую основу для развития и поддержания взаимоотношений и коллегиальных контактов. Получаете ли вы во время таких конференций новые знания? Всегда. Вот не бывает, несмотря на то, что давно работаю в нейрохирургии, не бывает такого, чтобы что-то новое не отметить, не записать себе в записную книжку, там, скажем, или не запомнить, или какой-то слайд не сфотографировать. Потому что нейрохирургия, она развивается постоянно. И опять-таки, вот эти конференции, встречи, которые проходят в регионе, они позволяют им развиваться постоянно. Важно то, что не всегда можно посещать такие встречи в Москве, в столичных городах. Здесь мы все в шаговой доступности. Два-три часа на машине. И, как вы видите, большое количество специалистов приехало сюда на эту встречу. У вас большой опыт в нейрохирургии. Не задумывались ли о преподавательской деятельности? Нет, нету я. У нас есть очень замечательный доктор в республике Ибрагим Саид Галеб. Он сирийц, но много-много лет назад приехал сюда на учебу и ассимилировал, женился. У него замечательная семья. И он является сейчас на сегодняшний день заведующим курсом нейрохирургии в нашей больнице и в нашей республике. Он активно занимается этой работой. Она ему нравится, она у него получается очень хорошо. И мы контактируем вместе и находим общий язык. Вы когда-нибудь задумывались о том, что если бы не стали врачом, то какую бы профессию тогда выбрали? Я очень люблю готовить. У меня вроде кое-что получается. И я поэтому говорю, когда меня выгонят из медицины, я, наверное, уже открою свой ресторан и бизнес, и буду что-нибудь готовить. Как вы отдыхаете после тяжелых операций? Есть ли у вас еще какие-то увлечения? Как и у большинства, ну, у большого количества лиц мужского пола, рыбалка, охота. Правда, в последнее время охота меньше. Вот, как говорится, птичку жалко, а так, в принципе, рыбалка в основном. Чтобы вы, как врач, хотели пожелать нашим телезрителям? Мне приходится иногда выступать на телевидении по поводу именно основного моего рода деятельности. Это нейрохирургия, сосудистая программа и так далее. Я всегда призываю людей, у которых появляются первые симптомы заболевания, не искать друга врача, соседа врача, там и так далее. Вызывать скорую помощь, ехать в больницу. На сегодняшний день есть масса технологий, которые позволяют, если время от начала инсульта до обращения в клинику минимально, практически на ноль свести последствия этого инсульта. Технологии это позволяют. Самое главное – время. Поэтому у меня, ну, во-первых, хочу пожелать телезрителям крепкого здоровья. Ну, а если что-то происходит, обращаться к врачам и стараться как можно быстрее оказаться в клинике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова